Что делать когда хочешь Гелендваген, но есть только старый УАЗ? Правильно, переделать УАЗ в породистого немца. Посмотрите какую огромную работу сделал этот молодой парень и что получилось в итоге. За основу был взят УАЗ 3151. Сначала он просто хотел сделать свой УАЗ мощнее. Для реализации двойного выхлопа потребовалась приемная труба от ГАЗ-2410, и комплект труб от 53-го. Два универсальных резонатора и два глушака. Был куплен движок с КПП от Опель Фронтеры 2 и 3 дизель 1995 года выпуска совсем навесным. Двигло посадил на родные лапы, траверсу пришлось делать с нуля, и переделывать крепежи. После этого пришлось сделать туннельчик для карданного вала. Установлен масляный радиатор, водяной, воздухан, подключил турбину. Чтобы сделать машину выше и мягче поставил под мост пружины от лады распилив их пополам. После установки интеркулера УАЗ явно стал резвее, шлифует на первой и даже второй передаче по асфальту. И после этого загорелся идеей по переделке УАЗа в точную копию Гелендвагена. Полностью разобрал и все хорошенько зачистил. Проварил все ржавые места и обработал. Работы было очень много, но дело шло. Также проварил и обработал днище. Все хорошенько отмыл и покрасил раму. Поставил решетку от Гелика и посмотрите УАЗ стал уже похож на него. Почти закончил переднюю панель. Капот еще в процессе. Затем выровнять и закрепить бампер. Обрезал решетку и сварил так как не подходило по размеру. Присмотревшись к уже проделанной работе, что-то не очень он напоминал Мерс. Было решено переделать сделанное. А именно добавить формы крыльев как у Гелика. В дальнейшем изготовление капота. Кстати зная проблему всех этих УАЗов, я имею в виду затекание воды в салон через воздухозаборник, и запотевание стекол в дождливую холодную погоду, решил перенести его в правую стойку. Врезал в крышу люк. Люк взял от BMW E34. Так как нам нужно побольше схожести с геликом, нужно было выравнивать задние наклоны стоек. Для проделанной работы нужно 6 форточек. Из 4 для дверей, из 2 задние стойки. Так как у нас в плане побольше углов, решено сделать зад угловатый. Также сделал наклон задних стоек для стекла. Для работы понадобился лист толщиной 0,8. И подручные материалы. Сварил спойлер по виду как Брабус. Сделал из пены форму для спойлера. Также затянул стекловолокном. Осталось шпаклевать. Вырезал и доварил места для фонарей. Капот почти готов, осталось вварить замок и амортизаторы. Также в стиле Брабус установлены ДХО. На задних арках вварил квадратную трубу, в ней нарезал резьбу для крепления арки. Ну и конечно задул пеной, дальше формовка арок в стиле квадрата. Сделал из пены форму и затянул стекловолокном. С задней двери вырезал ребра жесткости и вварил лист металла. С завода УАЗ отличается от нормальной машины щелями в палец. Я конечно понимаю, что это военная машина, но гелик тоже сразу не был гражданским. Так что выварил по периметру кромку для уплотнителя ВАЗ-2101. Дошло дело и до панели от Волги за основу крепления взял боковые пластины 3 мм толщиной. Осталось вварить нижнюю продольную перемычку, и установить колонку с газели. Вот дошел до той стадии что вырисовываю формы своего монстра. Первый слой стекловолокнистый, потом универсалка. Подготовил к покраске все зашпаклевал и зачистил. Ушло целых 6 литров грунта. Покрасили очень хорошо, осталась полировка. Выточили по чертежу, пока что передние проставки шириною 30 мм. На порядок интереснее стала морда. Колесо встало четко по арке. Задние будут 40 мм. Купил долгожданный кожаный салон с праворукой Subaru Outback. Кожа перфорированная, на сидениях имеется электропривод и подогрев. Выгнал из гаража этого монстра, как по мне так уже очень похож на гелик. Поставил передние сидения, с задними пришлось помучаться, сравните их со старыми, как вам разница. Был заказан в автоотелье кожзам. И попросил прострочить двойной строчкой для всех карт. Результат просто шикарен. Решил сделать ящик нишу под задним сидением для насоса, домкрата, инструмента и всякой дребедения. Интеркулер раньше был над двигателем, и брал воздух с заборника на капоте. Сейчас решил установить как положено фронтально. Также пришлось вварить новый впускной тракт. Установил сигнализацию и провел проводку. Для хорошей яркости думал оставить просто лампочки на 21 ватт. Но при длительном мигании, плафон начинает плавиться. Решил перевести на диоды, и вот что получилось. Заказал с Китая задние фонари, зашли как родные на свое место. Когда приобрел УАЗ, мосты были уставшие. Передний сразу же откапиталил. А вот задний сильно гудел. Откапиталил и задний. Как вам такой проект? Этот парень достоин уважения за свои труды. Действительно старый УАЗ стал очень похож на немецкий гелик. Ставьте лайк если понравилось видео и пишите в комментариях понравилась ли вам работа.